Аквариумный мир – это лишь слова, за которыми стоят люди. Люди, которые занимаются производством аквариумного оборудования, поставкой грунтов и коряк, консультацией, продажей. Многим из аквариумистов не так важны эти детали. Важнее то, что получилось в аквариуме. Этот проект показывает иную сторону аквариумистики. Аквариумистика как бизнес. Здравствуй, Гиргорий. Привет. Я очень рад, что ты дал добро ответить на вопросы по бизнесу аквариумному. И первый вопрос, который я бы хотел задать – откуда взялась вообще такая идея создать свой аквариумный магазин? Изначально не было никаких желаний бизнес заводить. То есть не было посылы заработать денег, потому что я сразу понимал, что это не очень прибыльная история. Ну, конкретно аквариумная тема. Потому что сколько бы ты ни пытался на этом заработать денег, тебя всегда не хватает на оборотных средствах что-то, очень много затрат, очень много потерь, вложений и прочего. То есть перед тем, как магазин свой открыт, я об этом уже знал заранее? Я знал, потому что я задолго до того сдружился с командой, которая работала в «Живой воде» и прекрасно понимал, как там обстоят дела внутри. Ну, то есть я понимал, общался с продавцами, с консультантами, сдружился с ними. И в разговорах, в частных беседах люди, которые там работали, они делились какими-то наблюдениями. И я понимал, что это не то же самое, что, например, продавать сигареты, алкоголь, или какие-то другие виды бизнеса, которые… Постоянный спрос. Да, то есть это не продуктовый магазин, который постоянно… И специфика еще узкая. Не аптека, да. То есть это что-то такое, где довольно малый круг людей. Это хобби, это узкая какая-то ниша, которая занята там, ну, может быть, 5% населения страны, если в лучшем случае. И из этих 5% только 2% или 1% могут себе позволить прийти в магазин, что-то выбрать регулярно. Потому что один раз это купил, как бы поставил, вот оно 5 лет у тебя стоит там в аквариуме. Ну и нормально. Стоит и стоит, правильно? А вот так, чтобы увлекаться, каждый раз расширяться, что-то переделывать, докупать на ухры, простения сажать. Вот очень маленький процент людей этим занимается, потому что это уже как бы такое хобби, которое требует постоянных финансовых вложений, постоянных временных, трудовых затрат. То есть это надо с душой к этому относиться и гореть этим. Но это очень мало. Много понадобилось денежных средств для того, чтобы открыть все это дело? Большая часть ушла на закупку товара, но я тебе так скажу, чтобы вот привести в состояние готовности помещение, мне потребовалось где-то, наверное, полтора или два миллиона на то, чтобы, ну, ремонт сделать. Переучно арендовать его там на какой-то срок минимальный, сколько это требуется по договору. Сделать ремонт, поставить мебель какую-то там, электрику. Но это без закупки оборудования, без закупки товара вообще без ничего. Да, да. То есть я тебе могу честно ответить, что на все про все у меня ушло почти 7 миллионов. Почти 7 миллионов рублей на то, чтобы просто открыться. Вот в день открытия сказать, ребят, приходите, мы открыты. То есть туда надо считать ремонт, подготовку мебель, заказы аквариумов, склейка, это все там, да, покраска стен, закупка товара. Слушай, ну вот у тебя какой-то был уже запас денежный или это решение было принято достаточно быстро и поэтому пришлось добывать эти средства быстро, ну, например, в банке? Нет. Вот почему вообще я на это решился и как это случилось, да? То есть у меня не было, поскольку я говорю, что бизнес-модель это, ну, не очень доходно, то есть если бы я хотел, я бы мог заработать на чем-то другом быстрее и проще, не с такими затратами сил и времени. Получилось как? Я к этому шел довольно долго и начиналось с моего личного интереса, с моего хобби, которое в конечном счете стало просить выход. Ну, то есть мне надо было с кем-то общаться, с кем-то делиться, куда-то развиваться, находить новых партнеров или там, ну, просто друзей, с которыми можно обменяться травой, рыбками. У меня что-то начало получаться где-то в чем-то. Допустим, завел я там маловецких циклит, они у меня начали плодиться. Я подумал, ой, как здорово, надо их пытаться там как-то продавать. То есть первый помощник, как в ремисте, это какой-нибудь Авито там или что-то еще, где ты начинаешь пытаться этого малька сбагрить там по 30 рублей за штучку. И тебе получалось? Получалось, но не скажу, что это приносило какой-то доход. Так, ну, раз на раз там, ну, баночку корма купишь. То есть на этом заработать по-серьезному было невозможно, но зато в процессе я приобрел много очень знакомых, которые этим тоже увлекались, да, и друзей, с которыми впоследствии мы начали как бы искать новые горизонты, как бы вот, ну, пытаться во что-то развиться, куда-то, где-то какие-то найти новые там интересные вещи. Наряду с этим мы видели, что есть какие-то, например, там сложившиеся уже там культурные моменты, которые вот хотелось бы поменять. Ну, например, там вот в аквариумном магазине приходишь и сталкиваешься с какими-то вещами, которые тебе, ну, не нравятся там, или ты думаешь, блин, ну вот сделайте вот так, будет лучше, или там чего-то не хватает, где-то какие-то... Ну, то есть ты уже прикидывал со своей стороны, как бы это было у тебя? Ну, как это было бы у меня, я не прикидывал, я просто замечал для себя. А пометочки себе делал? Какие-то плюсы и минусы, какие-то, например, вот что бы я бы сделал по-другому. И уже в процессе того, когда сложилась такая история, что вот у нас уже была целая компания друзей, и нам было тесно в этой компании, мы хотели больше, выше, лучше, когда у тебя дома не хватает места для того, чтобы новый аквариум поставить, и там еще что-то новое сделать и сгородить. То есть мы так сидели и в шутку думали, вот, интересно, если бы нам какой-нибудь снять гараж и в этом гараже сделать вот так, ну, тренироваться, грубо говоря, да, то есть вот какое-то свое место, вот как люди в гараже там машины чинят, да, вот, а мы бы там делали аквариумы, например, какие-то красивые оформляли. То есть хотелось какое-то хобби расширить. Этот гараж перерос в магазин. И вот эта идея с гаражом переросла в то, что, ребят, ну, давайте сделаем студию. То есть магазин, на самом деле, нужен для того, чтобы студия существовала, по сути. То есть кое-как сводить концы с концами, чтобы просто хватало денег на то, чтобы... А давайте сделаем новое аквариумы. Давайте, откуда возьмем декор? А надо его купить? А где? На какие деньги? Ну вот магазин как-то более-менее должен что-то приносить, чтобы на это же дальше мы могли что-то развиваться. Сколько уже существует этот магазин студия? Мы открылись 26 мая 2018 года, то бишь полтора года почти. Полтора года. Ну и за это время он себя окупил? Ни копейки. Все, что я вложил, я ни копейки не вернул вообще. Более того, у меня сейчас даже по небольшим кусочкам долги есть. Тут чуть-чуть, там чуть-чуть. То есть где-то я там, например, взял товар на реализацию. Какая часть продалась, я там еще за нее не отдал что-то. То есть сейчас деньги тратятся на что? На то, чтобы расширить ассортимент, побольше было. Потому что, когда мы изначально открывались, мы, конечно, закупили чего-то такого бросового. Ну, в смысле того, что мы ориентировались на спрос среднеэстетического аквариумиста, который пришел за сачком, кормом и чем-то еще. А когда-то нам начала приходить публика и смотреть, что у нас магазин немножко не похож на то, что там есть в сетевых магазинах, появились такие запросы на какие-то редкости. Мы начали искать эти редкости, завозить их, пытаться там у себя как-то их плодить, размножать. Я не знаю, если это живность. Или какие-то товары, которых не найдешь в сетевых магазинах, потому что они там на черном рынке как-то возятся, там через Алиэкспресс, еще что-то какие-то такие. Начали в это ударяться. И получается, что мы закупили, вот некоторые товары у нас лежат уже полтора года на складе, и мы их даже не вытаскиваем, потому что мы понимаем, что их не купят. Или если купят, то раз в год. Какие-то тетровские сачки, например, какие-нибудь огромные вот такие, 3XL размеры, которые не нужны никому. Ну, никто карпа в кое не будет в проду ловить. Это, получается, первый поток, куда уходит финансовый средств, который у нас получает. Все, что мы более-менее зарабатываем, мы пускаем обратно в оборот, закупая что-то новое, расширяя постоянную коллекцию. У вас, я видел, рядышком с магазином находится налоговая служба. Да? Не видел? Я знаю, да, федеральная налоговая служба, но она, к счастью, занимается иностранными резидентами. Ага, вот так. То есть, не по-нашему. Как с ними обстоят дела? С кем? Государство вообще много забирает? С налогами. Я расскажу, значит, вот у нас ИП. На тебя оформлено, да, правильно? Да, 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 ИП оформлено на меня. Есть вообще, ну, для тех, кто не знаком с этой темой, да, я там в двух словах могу рассказать, как бы, чтобы люди понимали вообще. У кого-то сейчас посмотрят, думают, мысль, блин, а я тоже открою. Вот, чтобы знали наперед. Есть несколько форм налогообложения. Общая и упрощенная система. Это вот, как бы, простые разведения. Упрощенной системе есть три под... Ну, как бы, три подвиды упрощенной системы. УСН, упрощенная система налогообложения, доходы, доходы минус расходы, или ЕНВД. Вот ЕНВД – это единый отмененный налог на добавленную, ну, на деятельность. То есть, как это действует? Ты открываешь кафе и говоришь, я хочу ЕНВД. Приходишь в налоговую службу, и тебе говорят, ну, ваше кафе находится в городе Москве, в таком-то вот, допустим, районе. Мы берем из этого же района, из этого же города Москвы, там, 10 других заведений с такой же спецификой, допустим, такие же кафе, и смотрим среднюю температуру по больнице. Вот эти 10 кафе в совокупности, вот если там сложить и разделить на 10, получается там какой-то там доход, например, там 500 тысяч рублей в месяц. Вот исходя из этого общего дохода на эти 10 кафе, вам вменяется налог на 500 тысяч рублей в месяц. Ну, например, да, вот с этого дохода там какой-то процент. Это удобно, когда твоя сфера популярная, когда у тебя автомастерская, которых сотни или миллионы, там, или газозаправочная станция. Но тогда, когда у тебя, например, русская какая-то ниша, и с чем сравнивать непонятно, ну, то есть это не зоомагазин, это что-то такое вот непонятное. Сейчас это как раз этот вариант. Да, да, да. Как время мистика. Да, поэтому я выбрал просто доходы. Причем не доходы минус расходы, а именно доходы. Это означает, что я должен платить 6% налога со всей прибыли по кассе в месяц. Но есть оговорка, эти 6% действуют только до суммы, 300 тысяч в месяц. Если 300 тысяч в месяц ты превысил, выручку, да, все, что свыше 300 тысяч по кассе прошло, ты плачешь еще плюс 1% с того, что свыше 300 тысяч. Заходите за этот рубеж? Да, мы заходим за 300 тысяч, но я тебе так скажу, у меня затратная часть в месяц от 300 до 350. То есть все, что выручили, все, что выручили, минус налоговая, минус... Своей зарплаты. Просто было опять 300, да, я из зарплаты очень часто из своей достояжи музыканты. У меня есть зарплата официальная, государственная, я работаю в государственном хоре, на радио, так что... И вообще бюджетник получается. То есть я из своей зарплаты очень часто закупаю какие-нибудь мороженых крыс, сверчка, еще что-нибудь. Ну, даже когда вот надо вот здесь сейчас заплатить, а денег нет, бегу из зарплаты. Это получается на второй поток. Третий. Сотрудники получают зарплату? Конечно. Зарплата, которая не получает, она же входит в эти 300 тысяч? Ну, да, да, да. То есть это получается... Ты же аренда, зарплата, коммуналка, налог я сюда не считаю, 300 тысяч, это просто вот на аренду зарплату. Что ж, он-то остается, я не понимаю, я все говорю, ты тратишь еще по 300 тысяч из кармана достаешься. Ну, временами бывает так, что какие-то удачные месяцы, какие-то не очень, ну, допустим, летом не сезон. Поэтому все лето мы работаем на купленном жире, скопленных каких-то крохах за весь год, ну, за какую-то там осень и зиму, да. Но, тем не менее, все равно, приходя к новому сезону, мы начинаем с нуля вот кое-как пролезать. Вот здесь надо закупить вот это, вот это, вот это. Очень много расходников, ну, у нас же еще терроримистика, да. Поэтому это постоянно корма, это постоянно какие-то мелкие там витамины, кальций, какая-то вот такая штука, лампочки, которые ультрафиолетовых надо менять часто. И вот эти расходники, они постоянно нужны, и ты вынужден постоянно их закупать. А закупать их иногда приходится уже в долг, потому что вот ты... Под реализацию, да? Да, 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 потому что там, например, за лето тебе надо там, хочешь, не хочешь, выложил там зарплату и аренду, а доходы были меньше, чем расходы. И вот пока ты там из этих долгов вылезешь, накопишь немножко жира, к следующему лету опять такая же фигня. Кто у вас занимается всеми этими бумажными делами? Бухгалтерии? Ты этому где-то учился или... То есть ты подошел в налоговую и сказал, что нужно вот это читать вот это? Не экономического образования, не какого-то там юридического образования. То есть я просто тупо сел и прочитал, что надо. Что надо. И сам начал, взял калькулятор в руки и пошел читать. Да. Причем где-то я ошибался поначалу, где-то у меня были какие-то промахи, что-то я делал впустую. Но сейчас я уже более-менее понимаю, что ага, чтобы выстраиваться какая-то экономика. У меня в голове понимание, как это все существует, какие сроки имеет, как лучше распределить ресурсы так, чтобы хватило по чуть-чуть, но везде. Потому что если ты купил много фильтров и у тебя совсем нету аквариумной рыбки, ну человек не пойдет, если у тебя нету рыбы. Соответственно, надо рыбу аквариумную иметь сначала. А это вот здесь сейчас надо ее закупить. А она еще и дохнет, зараза, потому что с колес приехала какая-то. Ты ее карантинишь три недели. Ты купил рыбу, и через три недели только пошла прибыль с этой рыбы. За эти три недели ты уже сидишь так и думаешь, а, черт, а у меня уже денег нету за это заплатить, за это, за это. И вот так вот по мелочи постоянно. Многие говорят о том, что просто на одной аквариумистике вообще не выжить никак. Что ваш магазин предоставляет, кроме аквариумистики? То есть кроме продажи оборудования и аквариумных рыб? Это террориумистика у вас еще есть, да? Да. Флорариум. Флорариумистика. Да. И школа. Школа. Оформление аквариумов оформляете? Да, у нас есть услуги, но это не так часто, не так популярно. Но есть. Есть. Сейчас, во-первых, в принципе, у многих людей как бы не очень хорошо с финансами, потому что общая ситуация в стране такая, что ну как бы экономика падает, покупательская способность падает, доходы населения не такие большие, и не каждый может себе позволить какие-то услуги дополнительные. Просто возможно какие-нибудь рестораны, какие-нибудь офисы. Ну, эти рестораны тоже кто-то содержит, и эти люди также испытывают сложности, потому что в этот ресторан меньше клиентов приходит, ресторан меньше зарабатывает, и хозяин ресторан думает, ну его нахрен этот аквариум, лучше я вот сейчас стулья починю, которые сломали вчера пьяный гость. А обслуживанием аквариумов занимаетесь? Пользуется способом такая услуга? Не так часто тоже, о чем я говорю, что все вот эти услуги, они отошли на второй план, потому что есть много предложений на рынке от различных контор, которые демпингуют и продают эти услуги задешево. Ну, как бы, у нас, например, Сережа Моногаров меньше чем за полторы тысячи рублей не поедет никуда, ну потому что он свою компетенцию, свое время ценит вот не меньше этой суммы. А чтобы еще и я заработал, это уже полторы плюс какую-то еще наценку надо сделать. И сюда закладывается налог и вся остальная фигня. И в итоге получается там две, две с половиной. То есть вы чек и человек потом выдаете? Естественно, за все услуги, да. Но просто мы предлагаем, например, цену ту, которая может отличаться сильно дороже, чем какие-то интернет-конторы, которые занимаются обслуживанием за 500 рублей. Ну, то есть, получается, все ваши услуги, которые вы представляете, это вообще маленькая-маленькая часть от всего дохода? Да. А если так по магазину пробежаться, что больше всего в магазине приносит доход? Больше всего в магазине приносит доход живые растения, кормовые насекомые, кормовые объекты, там всякие мышки, вот это прочее, и декор. То есть, основную часть составляют это вот камни, коряги, пески, там подложки, соилы, всякая химия, аквариумные препараты, там... А если вот у вас есть два направления, еще аквариумистика, терроримистика, что из них больше пользуется способом? Ты знаешь, сложно сказать, потому что, если судить по объему продаж, то, наверное, терроримистика даже больше. Но если смотреть на ценовую, как бы вот, ну, не на ценовую, в смысле, а на объем денег, который приносит, то аквариумистика больше. Потому что, ну, например, сверчков у нас продается за неделю там 20-30 тысяч сверчков по кассе. Казалось бы, куча продажи. Но они копеечные. Если знаешь, по 20, да? Два или три рубля, в зависимости от размера. То есть, тысяча сверчков, это он, две тысячи рублей. Но если мы берем, например, такой же объем продажи тысячи сверчков, это много. Это там, да? И мест много занимается в средствах в магазине. В выражении, да. В физическом выражении это ощутимо много. Вот. А, например, там продав 3 миллистерных растения, ты зарабатываешь ту же самую сумму, но это 3 маленькие баночки. Ну, то есть, продукты разные. Поэтому терроримистика, она у нас активная, но там в основном по мелочи, расходники, вот как бы такое что-то. У вас в магазине есть только акварельная, где продаются именно акварельные рыбки. Ты когда-нибудь просчитывал, окупается она, эта стойка? Если взять все, то, что рыбу она содержит, что там есть свет, что ее нужно накормить, плюс мор, если все эти вещи сложить и посмотреть, окупится она или не окупается? Не проверял, так сказать? Скорее всего, нет, не окупается. Я не проверял, но я приблизительно могу понимать, сколько у меня идет затрат на все это. И чтобы она окупалась, эта стойка, вообще любая стойка, чтобы окупалась, ее нужно было бы делать раза в 2-3 больше. Есть такое экономическое понятие, как некий порог окупаемости. Когда ты, например, предоставляешь какую-то услугу, которая занимает у тебя определенное количество времени и сил, если эта услуга не на потоке, то есть, если ты не завод и не производишь тысячами, то окупаемости не достигнешь никогда. То же самое здесь. Туда рыбу не засадишь больше, чем по 40-50 штук в каждый аквариум. Этих аквариумов там всего штук 15. То есть, на всю, извиняюсь, на весь этот вот цикл, что ты говоришь, там мор, кормление, карантин, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Нужно было бы там иметь несколько тысяч рыб. Сама по себе стойка, минусовая, ее держится за для того, чтобы... Да. Это аквариумный магазин, здесь продаются рыбки. Ну, потому что человек, который не видит рыбку, он не понимает, зачем ему тогда купить аквариум и фильтр. То есть, да, понятно, что основное, как бы заработок идет на декоре, на живых растениях, на том, что хлеба не просят, лежит как бы, да, и вот, ну, оно высокомаржинальный товар. В магазине есть рождаемость? Да. Вы этим тогда занимаетесь? Ну, ты про сотрудников или про животных? Нет, конечно, у нас какие-то живородки плодятся, но они плодятся у нас не на продажу, а просто вот в травнике, где трава продается, они там у нас на разводе, чтобы ну как или как бы, чтобы меньше кормить эту траву, грубо говоря, да, химией. Место удобрения. Да, но зато плодятся гекконы. И вот это, как бы, хороший подспорь, потому что ты купил двух гекконов, они у тебя посидели несколько месяцев, потом бах, отложили яйца, и у тебя уже пять гекконов. Очень интересный вопрос, да. У вас проверки приходят часто сюда? Нет, ни разу не были. Когда у вас приезжает рыба или появляются какие-нибудь рептилии там, да, вы имеете в виду какие-нибудь какие-либо документы на них? Ну, конечно, мы рыбу покупаем у оптовиков, которые в свою очередь завозят ее через границу по официальным документам, то есть это так или иначе, рыбу можно купить, конечно, и разводную где-то у кого-то, да, и иногда мы покупаем, например, каких-то родостолмосов там или умеонов московских у тех людей, которых мы точно знаем, что там качественная, там не больная и все хорошее, как-то, да? А с рептилиями как? С рептилиями тоже такое бывает, но чаще всего бывает как? Допустим, человек купил в магазине в каком-то или, допустим, в Аргусе, ну вот в оптовой компании купил, допустим, иублефаров, домашний заводчик. Он их этих иублефаров купил, дома посадил, они у него начали плодиться. Все, что наплодилось, оно законное. Его не надо подтверждать какие-то справки. Ну, я имею в виду здоровое и все такое. Имеются какие-нибудь такие? Да, это делается легко довольно. Этот заводчик без проблем идет в какой-нибудь ББЖ, получают справку о том, что эти животные ничем не заражены, что они домашнего разведения, что они там не изъяты из природы. Более того, природники, наоборот, как раз опаснее, чем домашние. Потому что в природе гораздо больше патогенов, паразитов, каких-то еще факторов. Но когда в магазине рождаются, родился тот же самый гикончик, вы так же внесете их в какое-то место? Ну, чаще всего мы это не делаем, потому что законодательство это не обязывает делать. Ну, вот что касается животных, например, наплодились какие-то там гикончики. Их, конечно, можно пойти и заактировать, что вот они наплодились. Но, с другой стороны, проблема заключается в том, что у нас не до конца сформированы или порой местами вообще отсутствует нормативно-правовая база, которая регламентирует экзотических животных. То есть, вот, крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, пушной зверь, птица, то, что мы используем испокон веков в фермерском хозяйстве или в домашних каких-то содержаниях, условиях, это у нас существует. А, допустим, змеи, амфибии, рептилии, просто нету даже как бы элементарно. Ты приходишь в СББЖ с бородатой агамой и просишь, чтобы тебе дали на нее справку. А у них в реестре отсутствует такое же животное, как бородатая агамма. И они ближайшее, что могут найти, это взять пробу кала по птичьей, то есть, по цыплячьей. Но прикол в том, что у цыпленка сальмонелла как бы не должна быть, если она присутствует, то цыпленок больной, его должны там как-то лечить или там уничтожить. То для агаммы сальмонелла симбион. То есть, сальмонелла это естественная микрофлора агаммы, без которой агамма погибнет. И врачи, которые выдают справку об этом, тоже знают. Но у них нету ресурса написать правильную справку, потому что нету такого животного в реестре. В итоге, что они делают? Они говорят, идите, размакивайте черный хлеб с опилками, все это перетирайте, это будет ваш кал, якобы. То есть, это фактически идиотская ситуация, патовая, в которую попадает и собственника животного, и врачи, которые должны выдать справку, потому что ни тот, ни другой не может сделать это законно нормально и по-человечески, по нормам. Вот же самый Рыболтовский. Помнишь, ты вроде хочешь это сделать, хочешь сделать так, что все было по закону, но в законе это происходит через одно место. Не везде, не во всем, но тем не менее. Вот история с Госдумой, с законом, который должен был сильно ограничить список разрешенных животных, которых можно дома содержать. Тот же самый Рыболтовский пришел в Думу как научный сотрудник, как член ассоциации, который от имени научного сообщества России мог высказать какое-то свое экспертное мнение. И он принес солистолазу ужасного вот эту лягушку, которая, по мнению депутатов Госдумы, самое опасное животное в мире, потому что от ее яда погибают 20 человек. Потому что действительно она в природе токсичная лягушка, которую нельзя трогать. Но прикол в том, что наши чиновники не в курсе, что эта лягушка опасна в том случае, если она изъята из природы. Потому что яд свой она накапливает из насекомых, которые являются как раз-таки носителями этого яда, токсина. В естественной среде обитания. Да, в естественной среде обитания. То есть лягушка, которая поймана где-то в лесу в Южной Азии, она токсична. Но та, которая разведена дома и выращена на мушке дрозофили или мелодогастере или на сверчке мелком, она не содержит ни капли яда. И поэтому ее можно лизать, сосать, глотать и не знаю, что угодно с ней делать. То есть она не представляет опасности. Хотя это тот же самый вид и та же самая лягушка. Но это же надо знать, это надо быть экспертом. А у нас Елена Малышева эксперт на федеральных каналах. Вы сами знаете, насколько она эксперт в аквариумах. Понятно. У вас получается сотрудников сколько сейчас? На данный момент пятеро, кто непосредственно здесь у нас в магазине. И еще есть двое, которые за пределами магазина. То есть на интернет-магазине и группу ВКонтакте ведут там. Всего семь человек. Ну, можно сказать, что всего семь человек. Если мы не считаем Женю, которая, наверное, уже тоже полноценный член команды именно Биобокса, а не только школы. Потому что она тоже тут ходит в траву, там что-то стрижет, какие-то производительные кулюковы кормят. Слушай, ну у вас покупателей достаточно много приходит в день? Ну, по-разному. Но я не могу сказать, что много. Мы не сетевой магазин. Это не нам необходимость. Есть ли у вас какие-то стандарты? Обговаривали какие-нибудь стандарты, как правильно подойти покупателю? Какой вопрос задать для того, чтобы предложить именно тот товар, который ему нужен? Единственное, о чем мы договаривались, что мы не лезем к покупателю и у нас даже был казус такой, курьезный случай произошел. Нам кто-то когда-то на нашем ютубе в комментариях написал, что ой, да был я у них такие, они типа неприветливые, даже не подошли, не спросили, что мне нужно. При том, что у нас, в принципе, политика такова, что мы не лезем к человеку до тех пор, пока мы не поймем, что он не попросит. Пока он не то, что не попросит, пока он проявит сигналы готовы. что он пока не увидим, что он как бы, ну ищет какой-то там совет, помощь или что-то еще. Ну, зашел человек, ну смотрит, ну как бы, хочет он в своих мыслях повтыкать в какой-то аквариум. Зачем подходить, что вам продать? Ну, как бы, мне кажется, что это неэтично. Ну, ты же знаешь, что бывают такие покупатели, которые стесняются сами подойти и сделать первый шаг. Да, поэтому мы выжидаем какую-то паузу и когда мы понимаем, что пауза слишком уже затянулась и человек явно как бы стоит и вот, ну, как бы, мямлет, да, то есть не понимает, что ему делать. Мы, конечно, подходим, да, но просто мы это не делаем с порогой сразу. Знаешь, когда ты заходишь в какой-нибудь магазин одежды и ты еще не успел переступить вот эти рамки металлоискателя, тебе уже, добрый день, что вам подсказать? Ты, как бы, у тебя сразу реакция сделать шаг назад и уйти отсюда, нахрен, ну, потому что слишком, как бы, напористо, да, то есть, какие-то договоренности по стандартам таким у вас внутри все равно есть? У нас нет никаких стандарт, у нас нет плана продаж, я не штрафую за то, что ты там пошел три раза больше покурил, чем надо, у меня нету никаких... То есть, между сотрудниками и тобой ККП, который все заплатил здесь, то было, у вас какие-то есть просто дружеские отношения? Ну, да, скорее так. Не, я иногда, конечно, прихожу и начинаю в носу воротить, а что вы тут, вот, пол не подмели там, или, не знаю, там, воду не подменили, на что мне могут выдвинуть контраргументы и как бы доказать, что, ну, это было сейчас не надо, поэтому мы и не сделали. И, ну, и окей, значит, если да, то да. Не бывает такого, что я прихожу с проверкой и начинаю там проводить ревизию, потом, так, вот ты оштрафована, тебя там уволили, а это нет, такого не было и не будет. Гриш, ну, а если смотреть глобально вообще на всю паримистику в России, как думаешь, кто себя лучше сейчас чувствует? Производители аквариумного товара или продавцы? Ты знаешь, не те и не другие, потому что, к сожалению, вот этот тандем повязан. Наоборот, у нас сложилась дурацкая ситуация на рынке, когда у нас есть маленькая когорта людей, которые производят и продают брендовый товар, и большое количество людей, любителей хоббистов, которые дома на коленке колхозят сами и там декор на речке копают сами и вот этих вот маленькую часть брендовых каких-то там магазинов и брендовых производителей воспринимают как врагов, потому что дорого, потому что недоступно, потому что вот в Москве все есть, а в регионах нету. Я все понимаю, это правда, но есть вина и тех, и других, то есть рынок просто на самом деле самостоятельно расщепился и это как раскол церковный, его надо просто собрать под какие-то одни знамена и сделать этот рынок нормальным, доступным для каждого, но и при этом цивилизованным, потому что когда ты сталкиваешься с ситуацией, когда малокомпетентные люди что-то советуют другим еще менее компетентным людям, а потом у них в обоих происходит ну скажем так какой-то неудача какая-то, да, и они оба кончают тем, что ковремистика это фигня, это все неправда, это все вот ну как бы дорого и неудобно, в конечном счете из рынка выходят люди, ну то есть мы теряем заинтересованных людей, мы теряем новичков в первую очередь, которые пришли в сетевой магазин, купили петушка, им продали туда, к этому петушку неподходящий аквариум без оборудования, с крашеным грунтом или стекляшками или с чем-то еще, этот петушок сдох, и дальше это мама, которая этому сыну своему купила петушка через неделю сдохшего и говорит, вот видишь, Павлик какой-то урод, даже рыбку не смог нормально, чтобы она не сдохла, все, не будешь ты аквариумистом, и Павлик расстроен на всю жизнь, с травмой душевной, уходит и больше никогда не заводит аквариум, а проблема в чем, потому что в сетевом магазине не научили продавца, что нужно, выбор маленький, а где-нибудь на периферии там вообще ничего нету, и в конечном счете все теряют, и бренды, и простые люди, потому что нету культуры, еще один интересный момент, мне как-то давно, еще год назад кидали прельяву, вот мол, что вы тут это, вот посмотрите, вот в Европе вот там уровень, вот там акваскейпинг, вот там вот они умеют, а вы-то что тут вот это ковыряетесь, я тогда спросил у этого комментатора, говорю, слушайте, ну вот скажи мне, а как эти все салоны в Европе живут, на что? Да, они делают уровень, они показывают крутые работы, у них там дорогие материалы, дорогое оборудование, на что они живут? Потому что люди, которые этим интересуются, приходят и платят за это, тогда они могут эту культуру развивать, а когда ты не имеешь возможности поставить хорошее оборудование, красивый декор, из чего ты культуру будешь делать? Как у нас говорят, из говна и палок, ничего он не ответил, а что он мне ответит? Не, ну у нас вот помнишь, был проект Бзда, очень интересный проект, он очень правильный, очень показательный, очень нужный, и на самом деле, даже более того, мы сами тоже считаем, что можно делать дешево, можно, но не всегда это уместно, не каждому этому отходим. не всегда это так красиво, как хотелось. Не всегда это, как бы то, что ты пытаешься продемонстрировать. Ну, то есть, если ты хочешь пародировать, то пародируй на том же самом, на той же базе, да, пародировать, пытаться пародировать акваскейперов европейских, или там, тем более, японских, ну, или каких-то азиатских, других, пародировать наши подмосковные березы, ну, это, ну, смешно, но она проживет, у тебя неделю эту березу, дальше чего? Гриша, были ли какие-нибудь моменты, такие, которые бы ты изменил, вот, которые ты не знал изначально, когда ты занимался этим магазином, а теперь думаешь, блин, вот, если было бы, был бы я по мне, я взял его вот так вот изначально. Да, знаю. Я бы изменил очень многое, и начал бы с того, что я бы, наверное, открылся, во-первых, на год раньше, потому что я попал ровно в тот момент, когда все планомерно стухло, начиная с людей, которые потеряли деньги, в смысле того, что у людей стало меньше денег, во-вторых, упал рынок опта, очень многие оптовые компании пришли к упадку, и даже те, которые остались на плаву и не обанкротились, потеряли очень большое количество ассортимента, мы даже до сих пор сейчас видим отсутствие нормальной плотности присутствия на рынке JBL, Dennerly, Sierra ушла с рынка, то есть, некоторые бренды теряют и пропадают, почему, потому что на фоне вот этого спада экономического и всего прочего, покупательская способность падает, естественно, это уже невозможно такими объемами завозить, и тут все получается как бы друг за друга тащат, то есть, опт умер, за ним умирала розница и так далее, и тому подобное, но плюс ко всему, я бы все-таки еще изменил конкретно в своем магазине, что, я бы не стал закупать так много бросового товара, который есть везде, и сразу бы включился на какую-то узкую нишу того, что не найдешь, то есть, какой-то специалитет, какие-то редкости, может быть, не ставил бы так много аквариумов сразу, то есть, лучше сделать 3-4 хороших, качественных, чем 20, но за которыми тяжело смотреть, потому что сейчас действительно, когда стало больше покупателей и школа появилась, больше каких-то забот, мы просто иногда не успеваем там почистить, подменить воду, что-то доделать, где-то что-то оторвалось, там изнашиваться и прочее, 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 то есть, есть какие-то вещи, которые, ну, приходят только с опытом. Спасибо, Гриш, но напоследок, какой девиз у вашего магазина? Салона? Или как студии? Есть какой-нибудь девиз? Ну, такого девиза нету, ну, нет, ну, как у нас, когда мы хотим как-то снять напряжение, мы говорим, денег нет, но вы держитесь. Ну, то есть, реально, у нас денег нет, но мы держимся. Понятно. Спасибо тебе большое. Спасибо. Рад был пообщаться. Спасибо, взаимно. Всем пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин